В этом видео я расскажу вам о том, какие моменты и особенности менталитета нужно учитывать при ведении бизнеса в Португалии. И это видео будет полезно не только тем, кто собирается открывать здесь свое дело, но и просто тем, кто собирается переезжать в эту страну. Приветствую вас на канале Беспалов Финанс. Меня зовут Алена. Сегодня хочу обратить ваше внимание на те моменты, которые необходимо учитывать при открытии предпринимательской деятельности в Португалии. Первое и самое важное – это медленные процессы. В Португалии все бизнес-процессы, учитывая бюрократию и принятие решения, проходят очень медленно. Это может значительно снижать рентабельность проектов, так как сроки затягиваются, оформление документов происходит долго, а арендные каникулы дают редко. Конечно, все это необходимо закладывать в ваш изначальный бюджет. Если вы будете привлекать инвестиции в проекты, вы в любом случае столкнетесь с тем, что адвокаты очень тщательно прорабатывают каждый пункт договора, и это может занимать от трех недель до двух месяцев. И они предпочитают максимальную формализацию даже при наличии доверительных отношений. Также нужно понимать, что для португальцев очень важна этика и репутация. Есть очень много примеров с покупкой недвижимости, когда продавец отказывался от предложения на 50 тысяч евро больше, потому что он уже дал согласие другому покупателю. И местные специалисты часто придают большее значение в форме, чем в сути. Например, нотариусы могут затягивать сделки из-за излишней церемониальности и жесткого следования всем инструкциям и алгоритмам. Однако среди юристов есть и те, кто строго следует формальным правилам, и те, кто находит более гибкие решения. В данном случае важно найти правильного специалиста. Таким образом, Португалия имеет свои особенности в ведении бизнеса и менталитета. И тем, кто готов адаптироваться к местным правилам и находить гибкие решения, удается достичь успеха и реализоваться во всех смыслах. Если вам нужна консультация по релокации капитала, открытии бизнеса в Португалии или просто переезду в эту страну, пишите нам в телеграм-канал или оставляйте заявку на сайте, мы будем рады помочь. Предлагайте свои темы для видео в комментариях и не забывайте подписываться на наш канал.